Единство развития независимость. Три кита, на которых в ближайшие пять лет будет операция белорусское государство. Порядка трех тысяч делегатов на прошлой неделе в Минске обсуждали, дискутировали, предлагали идеи по решению тех проблем, которые напрямую волнуют людей. Бобруйск представили 45 человек, в их числе и мэр Александр Студнев, пресс-конференция председателя горисполкома. Отличная возможность получить ответы на главные вопросы. На большой разговор пригласили медиахолдинг «Бобруйское житё», газеты «Коммерческий курьер», «Шинник» и «Вечерний Бобруйск». Первый вопрос о программе социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Александр Студнев отметил, документ охватывает все сферы жизни – образование, медицину, спорт и промышленность. Здесь нельзя останавливаться только и говорить про программу. В любом случае, все, что делается, все, что будет делаться, это зависит от нас. От тех людей, которые будут относиться добросовестно к своей работе, к тем поставленным задачам и целям, к которым они будут стремиться. И, наверное, в первую очередь, именно от человека, который стоит по главе решения этих задач и вопросов. Следующим стал демографический вопрос. Приоритет – счастливая семья. И здесь будут рассматривать целый комплекс инструментов по стимулированию рождаемости и укреплению Института традиционных отношений. Продолжит развитие программа семейного капитала, которая уже подтвердила свою эффективность. Все пункты официально закреплены в документе. Будет уделено особое внимание многодетным семьям. Это уже касается и при рождении и второго, и третьего, и последующих детей. Жилье, конечно. Ну, жилье – это, наверное, в основе всего этого. Это как стимулятор решения жилищных вопросов для многодетных семей. Ну, и, конечно, кредиты под строительство жилья для многодетных семей. Хочу сказать, что за 2020 год 359 многодетных семей в городе тоже улучшили свои жилищные условия. Это тоже хороший показатель. Коронавирус тоже не обошли стороной, глава города отметил. Самое главное, что медики научились не просто бороться с болезнью, но и побеждать ее. И в дальнейшем развитию сферы здравоохранения будет уделяться огромное внимание. Развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания граждан будет стоять в главе всех наших задач и целей. Отдельно остановились и на промышленных гигантах города. В частности, завод тракторных деталей и агрегатов ждет модернизация. Звучали вопросы о поддержке малого и среднего бизнеса. Максим Кембель, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Бобруйск, 360.